всем доброго времени суток с вами канал артмания и сегодня мы с вами будем делать сливочное масло из сливок для этого конечно понадобятся сливки они уже немножечко начинают превращаться в сметану и сейчас мы с вами для начала и взвесим вернее переложим в тарелку и там взвесим так наши весы с вами включаем кладем тарелочку так и выкладываем нашу сметану но она уже почти вот сметана вчера они прям очень были жидкие ему по ладно 383 грамма у нас получается вот сейчас мы с вами их оставим накроем пищевой пленочкой и подождем немножечко чтобы они еще немножко загустели потому что нужно прям сметана вот почему изначально сливки потому что все-таки сливки нужно сразу перелезть сюда будет гораздо удобнее чем сейчас я вычищала ложечкой а так бы в перелезть но они у меня были вчера очень сильно жидкие поэтому я не знала получится не получится думал что они будут вообще там загустевать целую неделю бывает по разному бывает очень долго это это уже на следующий день они довольно густые меня это обрадовало вот и сейчас мы с вами накроем их и ставим поставим в холодильник и будем ждать пока у нас получится сметанка чтобы из нее сделать наше домашнее вкусно сливочное масло раз мы с вами посмотрим вот они смотрите уже загустели и вдобавок они холодные сливки должны быть у нас сепараторные и мы берем миксер любой миксер и на небольшой скорости где-то наверное минуту где-то посмотрим сейчас взбиваем их и Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, у нас получилась пахта здесь Та самая жидкость, которая немножечко похожа на сыворотку И вот она, наша маслица Она уже у нас желтенькая Потому что у нас уже почти конец мая То есть, если бы вы делали зимой, оно было бы белое И сейчас мы будем ее уже руками переминать Потому что уже миксер тут у нас не справляется Дальше нужно вручную Так, мы с вами переместились в раковину У меня такой стаканчик мерочный А вот тут литра И сейчас мы с вами измеряем Сколько у нас получилось пахты Сейчас мы ее так сюда нальем Ой! Там летавшей много Где-то вот 150 мл, даже чуточку меньше 140 мл, наверное Такая вот жидкость Она почти как сыворотка Но сыворотка она почти прозрачная А здесь она вот Не прозрачная, немножечко другая Вот это называется пахта Ее можно просто пить Ее можно добавлять в блинчики Кстати, очень вкусно Блины вот из нее делают Напишите в комментариях, куда вы добавляете Куда будете добавлять или планируете Пахнет она, кстати, сливками просто Так, ее мы убираем И здесь мы начинаем месить руками Уже под холодной водой Нам нужно ее немножечко обмыть Как бы, помыть немножечко Чтоб она в дальнейшем не огорчила Сейчас мы ее соберем Так вот Да, еще отжать Ее вот так можно Получается кружочек такой у нас Да, даже, наверное, получится Где-то не 150 А, наверное, 160 Или ровно, наверное, 150 миллилитров Как раз получится этой пахты Убираем ее Включаем ледяную воду И под ледяной водой Мы немножко ее начинаем разминать Чтобы ее немножечко избавить от этой пахты Ну вот у нас получилось полноценное сливочное масло Сейчас мы его положим с вами в мешочек И будем взвешивать Так, ну вот, смотрите Получилось у нас 160 где-то миллилитров Прямо она такая немножечко Чуточку больше 160-170 миллилитров Как раз добавила я вот остатки Там немножечко стекли По стенкам чаши Вот немножечко здесь Маслице плавает кусочки Вот ее можно также процедить И куда-то добавлять Что-то из нее сделать Так, ее пока мы убираем в сторону Вот тут у нас стоит Вот тут, чтобы она стояла Так, берем наши весы Включаем Так, и наше маслице И маслице у нас 191 грамм Ну, 1 грамм это мешочек А так масло получилось 190 грамм И пахлава 160 грамм И там в самом начале Я сейчас, наверное, не вспомню, сколько было Полностью мы с вами взвешивали наши сливки И в конце ролика я напишу Сколько получилось пахты у нас Сколько получилось маслица И сколько было изначально сливок Вот Все вместе почитаем И посмотрим, что-то куда-то, может быть Ушло, сбежало Или пришло Даже само интересно Вот И также я сейчас его положу в морозилку Оно заморозится И с вами посмотрим его Какое оно получилось Когда оно уже остудится Придет в себя Или, может быть, в холодильник Я его, наверное, в холодильник и положу его Вот А потом я уберу его в морозилку И когда мне понадобится Я его буду доставать Решила я все-таки процедить и взвесить нашу пахту Включаем наши весы Вставим нашу чашечку Сверху у меня есть вот такая вот маленькая ситица Ситочка Его еще кладем сверху И нажимаем кнопку тары Жмем сильно И отпускаем Все, ноль Теперь выливаем И получается у нас 146 грамм Было там где-то 150 миллилитров Даже чуть больше сначала было Потом поменьше стало Где-то вот она 146 получается Тоже, наверное, в миллилитрах Вот оно осталось Комочки Которые можно выкинуть Можно к маслу добавить Итак, пробуем мы здесь хлебушек Предыдущий был ролик с хлебушком Как я пекла чиабатту Сейчас мы здесь ее смотрим Пробуем И также сливочное масло Которое мы с вами готовили Оно уже у нас остудилось Я положила его в морозилку на ночь Сегодня с утра я его вытащила Оно уже холодненькое Оно уже готовое Посмотрите, какое оно желтое стало Через камеру не так видно Но оно очень желтое И сейчас мы его с вами попробуем Можно срезать его вот тут Можно срезать тут Специально вчера испекла хлебушек Чтобы вместе с вами попробовать масло На магазинный хлеб я не захотела Это не так вкусно Так, намажут с этой стороны кусочек И попробуем Сейчас он такой будет хрустященький у меня Вот, у нас с вами вышло Мы с вами взвешивали масло Вышло довольно дорого Самим делать Хорошо, знаете, самим делать Если у вас есть В смысле, вы живете в деревне У вас есть своя корова И вы затрачиваете То есть, тратите деньги только на питание коровы Например, зимой там это сено покупаете Или, может быть, вы его где-то собираете Не знаю, как это все происходит, честно говоря Или какой-то там комбикорм Или покупаете Чтобы зимой корова ела Летом, я думаю, наверное Кстати, напишите, кто в деревне живет У кого коровы есть Летом вы что-то покупаете Как какой-то корм для коровы Или нет Вот Ну, я думаю, если у коровы только еще прививки Всякие делают Деньги тратят Но все равно, я думаю Если вы будете делать масло Дома От своей коровы Брать молоко То, я думаю, это будет гораздо дешевле Потому что у нас с вами вышел Такой кусочек Где-то на 180 рублей Представляете? Ну, такой Всего лишь такой маленький кусочек 180 рублей Это очень дорого Я считаю То есть, ну, в магазине За 180 грамм 60-70 рублей 80 А тут 180 Примерно такой же кусочек Вот Есть, конечно Некоторые Молочницы Которые продают гораздо дешевле У мамы, допустим Во дворе есть молочница Которая За килограмм масла 300 рублей 300-350 сейчас, наверное, стало То есть, один килограмм Сливочного масла Стоит 300 рублей Представляете? А у нас на рынке Буквально вот от мамы 5 километров Да, 5 километров Чуть поменьше даже Ой, 4 Или Да, километра 4 На нашем рынке уже Килограмм сливочного масла Стоит 650 рублей Представляете? Вот Это когда спросила У меня же прям Глаза на лоб чуть не налезли Я думаю, блин Я лучше пешочком 4 километра пройду И куплю за эти 650 рублей 2 килограмма масла И плюс там, может быть Даже не точно будет килограмм А чуточку побольше Будет гораздо Приятнее Когда у вас будет 2 килограмма масла Конечно, я масла Не так много ем Вот Этот кусочек Я сейчас, наверное, уберу Обратно в морозилочку Не знаю, может, еще поем Пару бутербродиков В морозилку отправлю И все И потом в следующий раз Я его достану Либо когда бутерброд захочу Либо блинчики Я люблю с маслицем Вот, кстати В ближайшее время Мы с вами будем делать Блинчики Из пахты Я думаю, они должны Получиться Очень-очень вкусные Кстати, еще пахту Наверное, можно Добавить в хлеб Я думаю Будет вкусно Ну, не знаю Я вчера пекла хлеб Я добавила воду Как обычно Потому что у меня была Чаобатта Вот такая вот Я добавила воду По привычке уже Про пахту я уже Давно забыла Вот И также я еще хочу показать Вот у меня Зимнее масло Тоже я зимой Кто смотрит мои влоги Я зимой покупала Сливки Сепараторные Планировала сделать Вместе с вами Сливочное масло Но решила сначала Сделать его сама То есть попробовать Научиться И Потом вот я его сделала сама И потом вот следующее Сливочное масло Я дождалась середины мая Наконец-то Очень ждала Долго И сделала его вместе с вами А здесь, поскольку он зимой Зимой корова ест Сено И соответственно он беленький Летом корова уже ест Зелененькую Сочную травку И она уже желтенькая Вот Вернее весной А летом я думаю Она будет еще желтее Хотя Сейчас уже почти лето Не знаю Травы будет больше Наверное Ну Может быть и желтее Может быть и нет Не знаю Так И давайте наверное С вами попробуем Посмотрим на него Давайте Не знаю Через камеру Мне кажется Что он прям белый такой Но нет Он такой желтый Вот так должно выглядеть Настоящее масло Оно должно быть желтое У нас в магазине Оно продается В основном белое Вот Добавляют кучу Всякой химии Непонятной Вот Если бы конечно Я жила в деревне Я бы держала Свою корову Мечтаю жить в деревне Но Пока это невозможно Попробуем Очень вкусно Сливочное масло Прям очень безумно вкусное Когда я еще Знаете Купила сливки Они тоже были вкусные Знаете Вот прям был вкус Деревни Бывают Знаете Как сливки Просто сливки И сливки Они как бы Ну сметана Сметана Вот А это вот Прям они были Вот какой-то такой Насыщенный вкус Деревни Именно вот Деревенского Коровьего Настоящего Молока Был вкус Я еще удивилась Я давно уже Таких не находила И соответственно Масло Конечно Получилось Такое чисто Из деревенского Молока Чисто вот молоко Из-под коровы Не которое Там какое-то Там Обработанное Чего-то там Именно прям Из коровьего Молока Очень понравилось Очень вкусно Плюс еще Свеженький хлеб Мягкий И Именно вот Со своим хлебом Со свежим Это очень вкусно Рекомендую Попробуйте Приготовьте Слой хлеба Это будет Гораздо вкуснее Чем магазинный Магазинный Неизвестно Купили Вроде бы Свежий Домой принесли А он там Вчерашний Хотя конечно Этот хлеб у меня Тоже вчерашний Я его приготовила Вчера вечером Но тем не менее Он до сих пор вкусный Если вы купите Магазинный хлеб Который приготовили Вчера вечером Он уже не будет Настолько Вкусным Вот Вот так мы с вами Попробовали Сливочное масло Приготовили Наконец-то Нашла время Его приготовить Вместе с вами Вот Также вы кстати Можете его Положить в разные Какие-то формочки Чтобы сделать Наподобие Как Магазинное масло В одном Ролике Когда Прежде чем Приготовить Сливочное масло Я очень много Просмотрела роликов В одном ролике Женщина Купила Такую Прямоугольную Мыльницу И в пакетике Закладывала В эту мыльницу Его там Выравнивала И вытаскивала То есть Вот так делала Вот Чтобы Людям больше нравится Так Мне например Тоже нравится Продолговато Если оно будет Похожее Как магазинное масло То есть Такой же Формы Мне будет удобнее Я не люблю Например масло Когда оно круглое Как-то его Блин Резать Мне неудобно То ли с одной стороны То ли с другой стороны Блин Не знаю Мне неудобно Я понимаю Что конечно Когда готовишь Его Пережимаешь Вот мы с вами Его ополаскивали То есть Немножечко Получается Что делаешь Так Но Мне удобнее Так делать Вернее Кушать Вот С вами был канал Артмания Подписывайтесь Ставьте лайки Пишите комментарии Обязательно По поводу Сливочного масла Как делаете Как делаете Может быть Вы делаете Что Как-то По-другому Может быть Вы Добавляете Какие-то Специи Напишите Какие Чтобы Было Какое-то Более Вкусное Или Как-то Вы делаете Его По-другому Вот Обязательно Напишите Также Смотрите Мои Другие Ролики Мои Влоги Как мы Сыночком Скоро Будем гулять Скоро У нас Лето Вот Видео Обзоры Обзоры На продукты Очень-очень Их сейчас Много Друг за дружкой Почти каждый день Они выходят Также Продукты Из Фикс Прайса Продукты Из обыкновенных Магазинов И Также Вы можете Написать Мне Внизу В комментариях Хотите Вы Видео Обзор На Какие Продукты Из Обычного Магазина Фикс Прайса И Также Вы Можете Написать Чего Не хватает На Моем Канале Я Обязательно Рассмотрю Ваши Мне Будет Очень Приятно Если Вы Мне Напишите И В принципе Все С вами Был канал Артмания Всем Пока Пока Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров